Отпускаем новую оборудование. Торжественного пуск в гуле машин почти не слышно, да и сам старт чисто символический. Кнопка была нажата уже несколько дней назад, и теперь машины нельзя отключать даже на пару минут, иначе технологический цикл по очистке стоков прервется. Новое польское оборудование пока еще в стадии тестирования, но его плюсы по сравнению со старыми установками уже понятны. И сейчас в этом здании очень высокий уровень шума, но рабочие говорят, это лишь небольшой гул, ведь старые установки шумели в пять раз сильнее, а самое главное, были намного более энергозатратны. Они работали с 1972 года, практически раритет, и сейчас они остановлены, но оставлены здесь в качестве резерва. Новые установки, специалисты называют их воздуходувки, это неотъемлемая часть биологической очистки стоков. В сутки это полтора миллиона тонн воды. Простой фильтрации здесь мало, ведь сточные воды с предприятий, больниц, жилых домов Вологды несут в себе массу вредных веществ, в том числе тяжелые металлы, азот и фосфор, которые губительны для окружающей среды. Уничтожить эти примеси, как и всю другую органику, могут только специальные микроорганизмы, так называемый полезный ил. А для их существования необходим кислород, который и подают в воду новые установки. Эти микробы – это так называемый активный ил, который, в принципе, мы его содержим в жизнедеятельном состоянии, убирая его излишки. Живой организм, на самом деле, за которым мы ухаживаем на сегодняшний день. И подача кислорода для него – это… Отсутствие кислорода – это подобно смерти для него. И это, считайте, что биологическая очистка у нас прекратилась на очистных. Впрочем, с новой техникой такие риски минимальны. Она полностью автоматизирована и имеет защиту от всех возможных ЧП. А кроме того, лучше очищает воду и помогает экономить до миллиона рублей в год за счет низких энергозатрат. Это будет очень значительно влиять и на экологию, и будет достигнута экономия. В целом, это не тариф на водоотведение, практически останется, как предыдущий, почти не будут увеличиваться в следующие годы. Все это сделано на деньги природоохранного фонда «Северное измерение». Безвозмездный грант в 200 миллионов рублей водоканал получил два года назад. Условие одно – потратить средства на экологические цели. Большая часть финансов уже освоена. На очереди строительство дополнительного отстойника – огромного бетонного чана, где стоки проходят окончательную очистку. Тогда даже в паводок водоканал сможет работать не на грани возможностей, а в спокойном режиме. А потоки воды, которые возвращаются обратно в реку Вологду, будут такой чистоты, что в них сможет спокойно жить рыба. Мария Помилова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.